Приветствуем всех любителей и фанатов спорта! Вы на YouTube-канале X-Sport. По традиции в конце января стартует первый из четырех турниров Большого Шлема – открытый чемпионат Австралии. Основная сетка 107-го розыгрыша состоится 14 января. Ну а мы предлагаем вам познакомиться с интересными и малоизвестными фактами, а также рекордами Australian Open. Номер 1. Впервые турнир был проведен в Мельбурне в 1905 году и назвался чемпионат Австралайзии. В нем приняло участие 17 спортсменов из Австралии и Новой Зеландии, а на финальном матче присутствовало 5000 зрителей. За свою историю чемпионат проводился в шести городах, из них дважды проводился в городах Новой Зеландии. Номер 2. Изначально все турниры Большого Шлема хотели подражать престижному Вымблдону, потому соревнования проходили на траве. С 1905 по 1988 теннисисты играли на зеленой натуральной траве, а потом на кортах постелили хард. Единственным игроком, который выиграл турнир Австралии, как на харде, так и на траве, остается Мац Виландер. Номер 3. В 1927 году турнир был переименован в чемпионат Австралии, а с 1969 были допущены профессионалы, и чемпионат вновь сменил свое название на открытый чемпионат Австралии. В 1977 году первенство было проведено дважды, в январе и декабре. Вызвано это было переходом турнира на декабрь. Спустя 10 лет турнир вновь перенесли на привычный январь, в связи с чем в 1986 году турнир не был проведен. Еще дважды турнир прерывался из-за мировых войн. В 1988 году турнир переехал в новый теннисный комплекс Мельбурн Парк. Номер 4. В начале 20 века женщин не жаловали на спортивных состязаниях, потому первый трофей Австралии разыграли между собой мужчины в 1905 году, и выиграл его Родни Хит. Дамы впервые приняли участие в турнире только в 1922 году. Первой женщиной, победившей на Australian Open, стала Мол Молсворд. До самого 1946 года на турнире не было ни одного иностранца. Номер 5. Мартина Хингис стала самой молодой победительницей Australian Open в истории. На момент триумфа ей было всего 16 лет. У мужчин отличился Кен Роузволл. Он стал как самым молодым, так и самым возрастным победителем в 18 и 37 лет. Роджер Федерер вполне может побить этот рекорд, если выиграет Австралию в 2019 году. Номер 6. 30 января 2009 года был сыгран самый длинный матч в истории турнира. В полуфинальном матче встретились Рафаэль Надаль и Фернандо Вердаско. Матч длился 5 часов и 14 минут. Соперники в сумме провели 59 геймов, в которых разыграли 385 очков. Победу одержал Надаль со счетом 6-7, 6-4, 7-6, 6-7, 6-4. Номер 7. Australian Open проходит в разгар лета на зеленом континенте. От австралийской жары страдают все. Спортсмены, которым приходится обматываться пакетами со льдом, так и зрители, которых от запредельных температур иногда даже увозят на скорой помощи. Температура в Австралии на момент турнира часто показывает за 40 градусов. А 21 января 1997 года из-за непрекращающейся жары, которая нагрела корты до 60 градусов, главный арбитр Питер Белленджер согласился впервые в истории турниров «Большого шлема» накрыть центральный корт раздвижной крышей. Номер 8. Отдельно нужно отметить рекорд всех времен. В 2003 году в Австралии был бит рекорд, который продержался 79 лет. Мартина Навратилова вместе с Леандером Паэсом из Индии выиграла турнир «Большого шлема» в возрасте 46 лет и 3 месяцев, таким образом собрав полный комплект титулов на всех турнирах «Большого шлема» в одиночном, парном и смешанном парных разрядах. Навратилова стала третьей после Дорис Харт и Маргарет Корт теннисисткой, которой покорилось это достижение. Среди теннисистов-мужчин аналогичного успеха не добивался никто. Номер 9. Рекордсмены турнира. По 6 раз в одиночном разряде побеждали Рой Эмерсон, Новак Джокович и Роджер Федерер. Среди женщин 11 раз чемпионкой становилась Маргарет Смит Корт. Ей же принадлежит и абсолютный рекорд по количеству титулов во всех разрядах – 22 победы. Номер 10. Победителю турнира в мужском разряде вручается кубок Нормана Брукса, названный в честь австралийского теннисиста, который внес немалый вклад в развитие чемпионата и был в том числе его победителем в 1911 году. Победительнице женского турнира вручается кубок памяти Дафны Акхерст, названный в честь австралийской теннисистки, 5 раз становившейся чемпионкой соревнований с 1925 по 1926 и с 1928 по 1930 годы. Благодарим вас за просмотр! За кем из современных игроков вы следите больше всего? Напишите нам в комментарии! Ставьте лайки этому видео и подписывайтесь на наш канал, а также жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok